Всем привет! С вами Ирина Гаф и сегодня мы поговорим про заморыша. Алло, вызываю на службу. Всем привет! С вами Ирина. Сегодня у нас будет тема, которую я давно обещала снять отдельное видео по моей орхидейке, которую мы лечили с вами. Это мой заморыш, как я ее называю. Но уже заморышем я ее не могу назвать. И мы сегодня детально все рассмотрим и я вам расскажу, что я делала, какие манипуляции я с ней проведила, те манипуляции, которые не вошли в мои ролики. У меня есть цикл роликов, которые я вставлю вам на экран, можете перейти и посмотреть, что с ней было и посмотрим, что с ней стало. Я хочу поднять такую тему, как фитоспорин. Бытует мнение у орхидеистов то, что фитоспорин он не работает. Я хочу этот миф развеять по поводу фитоспорина. Почему? Потому что у меня все работает. Это неправда. Если вы такое скажете, допустим, садоводам-огородникам, ну вас просто засмеют. Фитоспорин широко используется в садоводстве. Я тоже не пользуюсь. То есть это и пролив грядок, это и обработка по листу. Вы уже, наверное, не раз видели в моих видео мой цветущий цикламен. Циклюша. Да, я его называю еще циклюшей. Так, я, потому что я его люблю. И так я его нежно называю циклюша. Значит, он мне был подарен год назад. И он был залит. У него вот эти вот соцветия и даже бутоны, которые даже не успели раскрыться, они были, знаете, такие вот... Они такие были мягкие-мягкие. Такие прям водянистые. И они не могли открыться. Они просто вот так вот потом... Залит. Да, висели. И, ну, это говорит о том, что он был залит. И у него уже начались гнилостные процессы в горшочке. И мне хватило двух раз пролить его фитоспорином. Обычный, по инструкции, обычный порошок фитоспорина. Я пролила горшочек один раз и второй раз контрольный. И мне этого хватило. Все. Просушка. Два раза фитоспорином пролила. Просушка. И здоровое растение, которое меня радует до сих пор. Так что... Тогда я еще не снимала видео на YouTube. Но я была очень рада, что я сохранила свой цветок. И я не могу сказать, что фитоспорин не действует. Он действует того времени, когда горшочек влажный. Там эти процессы, они все идут. Фитоспорин делает свое дело. Он действует того времени, когда он влажный. Он справляется со своей задачей. Он убивает гнилостные бактерии. Пока влажный горшочек, он работает. Он со своей функцией справился. Все. У меня фитоспорин работает. Точно так же я использовала фитоспорин в моей орхидейке. Вы это можете наблюдать в нашем видео. Я вообще сторонник лезть такими сильными препаратами, фунгицидами. Корня. То есть я противник этого. Мы и так свои орхидеиды в такой степени затравливаем всякими фунгицидами. Да, я согласна, что они нужны для обработки от вредителей. От этого никуда не денешься. Потому что лучше обработать один-два раза, чем лечить всю коллекцию. Но корня я стараюсь никакими сильными препаратами, фунгицидами не лезть и ничего не жечь. С фитоспорином никогда такого не будет. Вы могли видеть, какие были черные, полностью черная резома, черная шейка у моей орхидеи. И, как все выражаются, слабенький фитоспорин не помогает. Нет. Мне все помогло. Мне помогло моей орхидейке. Я дальше буду пользоваться фитоспорином. И я этот препарат очень-очень уважаю. Орхидеи, они не приспособлены к сильной химии. В природе химии сильных фунгицидов их не существует. Поэтому то, что мы делаем с орхидеями, то, что мы их травим всячески, используем всяческие препараты, фунгициды, ну это уже наше. Также я вас не призываю ни к чему. Я просто делюсь своим опытом. Я никого не призываю делать только так и никак иначе. Конечно же, у каждого свои способы. Каждый делает так, как ему удобно, как он приспособился. Я делаю так и буду дальше продолжать делать так. То есть по корням минимально. Минимально химии. По листу, конечно же, я буду обрабатывать своими проверенными препаратами. Я хочу поблагодарить девочек, которые мне очень-очень сильно помогли. Когда я выставила видео с этим своим заморышем, девочки все кинулись мне рекомендовать и то сделай, и то сделай. Девочки, огромное вам спасибо. Я знаю, что вы мне желаете добра. Я знаю, что вы мне рекомендуете самое-самое лучшее. Почему? Потому что я тоже читаю. Тоже смотрю ваши видео, ваш опыт. И я знаю, что вы мне рекомендуете самое-самое лучшее. И с вами я точно не пропаду, если у меня что-то случится. Так что да, я могу надеяться на ваши добрые советы. Спасибо вам огромное за это. Вы у меня самое-самое лучшее. Также по поводу покупок. Я стараюсь покупать изначально здоровое растение. С этой так вышло, как вышло. Ничего в этом страшного нет. Если нам такое уже дано, значит это дано для какого-то опыта, для какого-то учения. То есть мы чему-то учимся, и в этом нет ничего страшного. Не надо себе гореть, что у нас что-то не получается. Мы не суперэксперты, и я тоже себя не считаю суперэкспертом. Получилось? Так получилось. Лишились мы корней, значит мы лишились мы корней. Но ничего, как мы заболели, так мы и вылечились. Так что да, я не покупаю уцененных орхидей убитых, чтобы потом тратить свое время на их реанимацию. Или специально покупать для видео, и делать себя экспертом выставлять. Вот я реанимирую, и вот нет, я такого не делаю. Я ценю свое время. Вот, и я могу купить уцененную орхидею, отцвевшую, но абсолютно здоровое растение. Умеренно уцененок, реанимашек, больняшек я не покупаю. И по поводу покупок. Вы меня очень часто спрашиваете, где я заказываю, где я покупаю свои орхидеи. Это самый, наверное, распространенный вопрос. Вы мне пишите и на почту, и в комментариях. Ну, всевозможные, где можно написать, вы меня это спрашиваете. Значит, если вы будете внимательны, я под видео всегда пишу информацию. То есть, когда вышло видео, и если возможно, если это веб-сайт или открытая группа, я оставляю ссылки на продавцов. Если это невозможно, я этого не делаю. Если я нашла какого-то частного продавца, ну, извините, публиковать его информацию, его телефоны, имейлы, я не вправе. Я этого делать не буду. Поэтому я не оставляю и не отвечаю, потому что, ну, я считаю это, как-то, знаете, ну, я не вправе разглашать информацию личную других людей. Вот. Если это возможно, я оставляю ссылочки. Так что будьте внимательны, заглядывайте под видео и ищите ссылочки. Также будьте внимательны, смотрите, я иногда пишу дату съемки видео. То есть, видео может сниматься летом, а выложить я его могу вообще или осенью, или зимой. Такое тоже бывает. Мы люди, мы можем быть заняты, или что-то не получается. Так что я могу выложить видео не в срок. Я могу выложить видео, скажем так, уже в прошлом времени. Вот. И поэтому, где я ее купила, когда я ее купила, уже у меня эта информация по поводу этого продавца, я уже не сохраняю и не помню, и не могу вам ничем подсказать и помочь. Поэтому, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Вот. Это по поводу того, по поводу, значит, покупочек. Я надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Значит, что я еще с этой орхидеей делала, какие манипуляции, которые не вошли в мои ролики. Хочу немножко на этом остановиться. Значит, я уже не раз показывала вот это вот чудо-средство. Вот. Оно называется удобрение органоминеральное для цветущих. Волшебная смесь. Вот. Это действительно волшебная смесь, которая мне помогает в уходе за моими орхидеями. Это мой must-have. Это лучшее, что может быть. И лучшее, что я вам могу рекомендовать. Как вы знаете, орхидеи больные, которые только что-только что пересажены или больные, удобрять нельзя. Но когда орхидея остается у нас без корней, ей нужно питание, ей нужно чем-то питаться. Поэтому я удобряла ее по листу. Таким образом. Пульвизатор. Одна капелька этого удобрения. Перед применением нужно исполтать, потому что вот самая-самая вот гуща, она оседает на дне. Исполтали. Одна капелька на вот такой вот пульвизатор. Я не знаю, тут литр, наверное. Вот. И распрыскиваем по листу. То есть у меня орхидея получала питание по листу. Тут у нее корней не было. Она наращивала их. И я с ней не экспериментировала. Я не садила ее над водичкой. И еще какие-то эксперименты я с ней не проделывала. Я ее посадила в кора, уголь, перлит. Никаких экспериментов. Пока мы экспериментируем, наше растение теряет силы. То есть посадить стандартным образом. И кормим по листу. Это мой способ. Я опять же говорю, я не призываю вас делать только так. Я просто делюсь опытом. Так, как у меня получилось. Так, как у меня он. Вы можете наблюдать. Я потом вам приближу, покажу, сколько у нее корней. Дальше. Это первое. Первое удобрение. Значит, вот это. С другими удобрениями я вас прошу, не экспериментируйте. Я говорю только про это данное удобрение. Больше никакие удобрения для больных и свежепересаженных растений не подходят. Потому что, ну, только органоминерально. Вот именно за это я ручаюсь. Дальше. Дальше. Я вам хочу показать вот такие. Вот я пользуюсь янтарной кислотой. Она может быть в разных упаковочках. Даже, ну, вот тут вот видно, что для растений. Видно для растений. Она даже может быть вот такая вот пишется для творын. Для животных и птиц. Да, для рослым, творын, топтетти. Вот такая вот. Ну, сути не меняется. Это та же янтарная кислота. Вот. Она идет кристаллическая. В кристаллах. Я брала эти, значит, на кончике ножа приблизительно и точно так же в поливизатор. То есть я не делала так, как делают иногда, ну, то есть берут каждый листик, там протирают тряпочками или ватными дисками. Нет. Зачем? Давайте будем свое время экономить. Значит, в поливизатор на кончике ножа, пару крупинок. Вот. Вот. Растворили и вперед по, значит, опрыскали. Вот. Оно попадает и на листики, листики с этой стороны, листики с этой стороны. И оно попадает в горшочек. И все прекрасно. Мы стимулируем наше растение. Мы наращиваем корешки таким способом. И таким способом я чередовала. Янтарная кислота один раз, в другой раз. Вот. Моя супер смесь. И я это проделала. Но я долго этим не делала, долго не стимулировала, долго. Янтарную кислоту я, по-моему, применяла раза два. Все. Пару раз, тоже потом раза два вот это вот удобрение я применила. И как бы я оставила свое растение в покое. Я его отставила на окно. Ну и, наверное, я про него забыла на неделю, на полторы. Какое же было мое удивление, когда я в следующий мой полив вернулась к нему и увидела. Со всех сторон у меня лезут корни. Со всех. Она как ежик. Так. Со всех сторон. Показываю крупным планом, сколько у нас наросло корешочков. И так же я вам хочу показать те места, которые были черные, черные, черные дыры. В тех местах у нас просто проклюнулись корни. Моему удивлению не было границ. Когда я на нее глянула, когда я ее уже оставила в покое. То есть да, она у меня умничка, стойкий боец. И какая же у меня сегодня была радость. Может быть это чудо? Да? Да, чудо. Все чудо в наших руках. И посмотрите. Значит у нас проклюнулся цветонос. Ну реанимашка и больняшка. Как я ее там называю? Заморышем я ее уже у меня не поворачивается. Слов сказать. Вот с этой стороны тоже. Посмотрите, здоровое растение. Вот там где были черные дыры, где я зачищала. Замазывала садовым варом. В общем, меня мой садовый вар меня вдохновил. Я буду пользоваться этим способом дальше. Мне нравится. Я использовала садовый вар и на камбрии. Там где было черное пятнышко. Из этих мест у нас вообще полезли корни. И меня это вдохновило еще на одну идею. Если у меня получится, я обязательно с вами поделюсь. Давайте посмотрим. Ну коршочек она конечно корнями, я думаю, заплетет. Все у нас впереди. Ну просто она волшебная. Ну посмотрите, боже, цветонос. Я вообще удивила. И кстати, цветонос я заметила только сегодня, да, Алина? Я от нее же говорю, ну прям так не разглядываю растение. Я обрыскиваю, поливаю, все. Ну его просто не было заметно. Я не видела. Для меня сегодня это было открытие. Все. Спасибо за внимание. С вами была Ирина и Алина. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем пока-пока. Ура! Субтитры сделал DimaTorzok